Как ты относишься к ней по-другому? Сейчас есть такая тенденция, люди выпускают триптихи, например, синглы, максимум, например, три сингла в одном альбоме. Но я хочу выпустить все-таки развернутую версию, такой как бы характер, версию, историю, что было за эти два года. Обычно я выпускал альбомы каждые два года, а вот здесь немножко задержечка произошла небольшая. Опять же, в связи с тем, что был занят невероятно какими-то сложнейшими задачами, проектами музыкальными, детскими, взрослыми. Ну, я думаю, многие понимают, о чем я говорю, потому что покрытие этих проектов тоже очень большое, и оно очень меняет человека. Меня очень оно изменило. Вот эта вот работа в проекте, например, «Голос», скажем так. То есть в этот альбом войдут все твои события, все твои переживания, эмоции, чувства, которые ты испытывал за последнее время? Ну, да, я люблю это называть такие янтарные вещи, в которых застывает эмоция. Вот период, например, там, два года назад что-то случилось, там, да, я там расстался, например, скажем. Вот, а потом, значит, снялся в кино. Это тоже на меня произвело какое-то впечатление. Помимо романса, который я спел в самом фильме, я еще много сочинял. У меня очень много написанной собственной музыки, помимо альбома, в котором представлены не только мои треки, там будут мои треки, и на мои собственные стихи. Вот, но это все-таки работа с авторами, все-таки работа с классными людьми. Вот, но это все застывшие эмоции, такие в янтаре, в янтаре, хотел сказать. Вот, поэтому для меня, ну, важно, подчеркну еще раз, да. Каким ты вообще принципом руководствуешься, когда выбираешь песни и когда ты их записываешь? У тебя меняется отношение к музыке, когда ты ее записал, когда ты хочешь ее выпустить? Абсолютно да, потому что вот если сейчас вспомнить трек, который пошел совсем недавно, «Лабиринты», я помню, как он появился в моей судьбе. Я открыл почту и нажал на play. Вот, я обалдел от того, насколько она четко характеризовала меня и мое настроение тогдашнее. И у меня был в этот день самолет, это было как раз утром, самолет был где-то в час дня. Я схватил все свои шмотки, чемодан и поехал в студию, записал этот трек быстро за полтора часа с такими эмоциями, которые я давно не испытывал. То есть это были достаточно такие, знаете, откровенные эмоции. Ну, даже где-то там какие-то скупая слеза по сердцу прокатится. И оно так и пошло. То есть я в очередной раз убеждаюсь, что все музыки, которые случаются в твоей жизни, они честные, они всегда находят отклик. Всегда. Вот что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали. То есть, в принципе, главный ингредиент любого хита – это в первую очередь, чтобы… Правда, наверное, своя какая-то. От сердца, чтобы шло. Ну да, сердце работает, слава богу. Скажи, а ты бы хотел читать мысли, уметь читать мысли? Не дай бог. Если вспомнить фильм с Мэлом Гибсоном, боже, только это можно сойти с ума. Я думаю, что это невозможно, в принципе, конечно. Мы очень рады, на самом деле, что твой клип «Монстр в твоей голове» у нас в рубрике «Made in Rue», и у тебя есть возможность представить свой клип. Дорогие друзья, я хочу пригласить вас в определенный мир, который является вымышленным. Он все-таки создан в концепции фильма ужасов и, опять же, рассуждения на тему монстров в головах у людей. В данном случае я рассказываю историю про монстров в ее голове, не в твоей. Вот, а в голове моей визави. На этом примере, в принципе, можно как-то погрузиться вот в это таинственное понятие «чужая голова». Итак, «Монстры в твоей голове» на Европа плюс ТВ. Ты целуешь, а потом царапаешь плечи. Ты смеешься, говоря жестокие вещи. Ты уходишь навсегда, но в этот же вечер. Просишь заехать за тобой. Ты флиртуешь в магазинах и на заправках. Для меня же миллион запретов и правил. Так не будет. Или рамки, или на равных. Или на равных. Монстры, по кровати их нет. Монстры, у тебя в голове. Или с ними живи, а меня не зави. Или останови. Ради нашей любви, ради нашей любви, ради нашей любви. Этих монстров. Этих монстров. Этих монстров в твоей голове. Монстров в твоей голове. Ты звонишь мне, каждый час ты очень скучаешь А ты вдруг звонишь, сказать, что я не позвращался Я пытаюсь уловить, но не понимаю, что происходит с тобой Если можно, было бы свернуть тебе шею Найти ответы все в твоей голове И понимать, чего ты хочешь на самом деле Как было бы проще нам Можли, на кровати ты их нет Можли, я тебя в дом роде Мелеси не живи, а меня не зови, не останови Можли, я тебя в дом роде 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 Монстры. Получился такой а-ля хоррор в клипе. Скажи, чья была задумка сделать именно в таком жанре? Ну, во-первых, музыка Антона Шаплина, которая уже, можно сказать, подталкивала к этому, да, подталкивала к этому рассуждению, видеорассуждению. Но взять и как-то обрамить это все, и все-таки создать этот видеомир, это Антон Родин Найс Дэй Продакшн. Сейчас, как раз пользуясь моментом, передаю привет. Мы так редко это делаем. Спасибо вам огромное, ребята, за эту возможность все-таки высказаться и за это совпадение, которое мы определенным образом подарили зрителю. Надеюсь, ему нравится, а я знаю, что нравится. А самому не было страшно сниматься? Было. Так, ну, во-первых, рассуждение на тему, вот видеокартинки, на тему, что же я выбираю. Выбираю ли я собственную судьбу, либо судьбу, связанную со своими поклонниками? Конечно, я выбираю себя, естественно, вот, потому что нужно жить для себя, нужно это уметь делать, во-первых, конечно, обязательно. Вот, но зачастую происходит некое замещение. Я тоже часто люблю говорить на тему, что 50 на 50 – сцена и жизнь твоя личная, 60 на 40, да, потом 70 на 30. 70 – это сцена, 30 – это уже твоя жизнь. И это все, как бы, абсолютно нечестно делится, со временем становится 80 на 20. Так вот, я бы не хотел, чтобы было так, именно поэтому финал ролика абсолютно все равно светлый, он белый. А скажи, вообще, долго готовились к съемкам? Например, трюк, падение с крыши, как он вообще, как проходила подготовка? Да, казалось бы, что даже с канатами это непросто, то есть просто, да, но все равно надежда на человека, который держит эти тросы, когда ты падаешь назад, там, метр четыре. Есть такие, как бы, этюды в театральных кружках, институтах на доверие, да, ты падаешь и веришь на то, что тебя поймают спиной назад. Можно удариться головой, да, у тебя столько мыслей прилетает перед тобой, вот, но все же ты падаешь. Там на четыре метра. Да, а там на четыре метра, на коробке, вот, хотя это свободное падение, потом тебя подлавливают. Но несколько недугов я себе заработал, потому что очень люблю выполнять трюки сам. Вот, теперь я, наверное, с этим буду временить, и, конечно же, был дублер, естественно, и я, наверное, в скором времени буду прибегать только к помощи дублеров, потому что я хочу себя поберечь, а то вот тут спина побаливает. Спасибо тебе большое за то, что ты сделал целый подарок для нас, что пришел к нам в студию. Ждем от тебя новых синглов, альбомов, конечно же. Благодарствую. Это были мы. А мы продолжаем.